Проект бюджета Тверской области на 2020 и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального правительства. Его провел во вторник губернатор Игорь Рудыня. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, сформирован чёткий документ развития Верхневолжья. По оценке областного Минфина, по сравнению с текущим годом, 2022, доходы Верхневолжья увеличатся на 12 миллиардов 200 миллионов рублей, или на 18,6%. Так, в 2020-м в региональную казну поступит почти 72,5, а в 2022-м уже 78 миллиардов рублей. Кроме того, в следующем году на развитие ключевых отраслей Верхневолжья ожидает получить свыше 7 миллиардов 600 миллионов. Это позволяет очень серьёзно, так сказать, добавить как раз денег именно в инвестиционную составляющую бюджета. Потому что увеличение налогооблагаемой базы, то есть увеличение количества предприятий, которые дают налог на прибыль, платят налоги на землю, на имущество и всё остальное проще. Это, по сути дела, то, что формирует наш бюджет. Всего в ближайшую трёхлетку на реализацию нацпроектов в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 миллиардов рублей. Приоритеты бюджетной политики региона, развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, поддержка муниципалитетов. В целом запланирована реализация огромного количества важных проектов. Тех проектов, которые изменят социальную сферу, транспортный комплекс, транспортную инфраструктуру, и сферу ЖКХ, и затронут газификацию достаточно удалённых, негазифицируемых территорий. Со следующего года начнётся реализация новых мер по поддержке промышленных и сельскохозяйственных предприятий, созданию в регионе современных индустриальных парков и новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Предусмотрены значительные средства на модернизацию общественного транспорта, а также увеличение объёмов ремонта дорог. Теперь бюджет имеет более ярко выраженную направленность на развитие нашего региона, экономическую направленность. Не только социальные разделы доминируют в бюджете. Самое главное, бюджет направлен на реализацию национальных проектов, которые были объявлены президентом Российской Федерации. Всё это даст очень хорошие результаты в ближайшие годы, отметили эксперты, комментируя итоги заседания областного кабинета министров. Причём хорошие результаты практически во всех сферах.